Яркая новость, фейковая новость. Оргия пенсионеров в Бельгии, сладострастная смерть некоторых из них. Автор с буйной фантазией потирает руки. Он подпортил репутацию многим журналистам. Наша София Гордиенко общалась с ним в Шарли Руа. Это стоит посмотреть. Для того, чтобы заподозрить в новости неладное, надо более-менее знать Бельгию. Городок Шарли Руа это самое настоящее шахтерское захолустье. Здесь не то, что с оргиями, с общественными туалетами трудно. Но в фейковой новости было столько деталей и подробностей, что она к копипастным ураганам пронеслась по именитым и не очень СМИ. Даже некоторые украинские телеканалы повелись. И все со ссылкой на авторитетное местное издание Нордпресс. На этом сайте немало похожих новостей. Здесь есть и котики, статья о пушистом любимце Франсуа Алланда, который пытался покончить с собой. И остальное, что интересует обывателя по классику подревянскому. Пытки, казни и уроды. Мы решили встретиться с автором этих необычных новостей. Ты следишь, как и в каких странах расходятся твои новости? Все зависит от статьи. Американские журналисты весьма наивны. Мою информацию о том, что приговоренный к смерти в Техасе захотел съесть перед смертью ребенка, перепечатали очень многие. Люди стали писать петиции в защиту младенца. Это чушь, но в нее охотно верят. У тебя есть новость о дне рождения Марин Липен. И там парни со свастикой за столом. Обижались ли на тебя, требовали ли опровержения? Марин Липен не станет на это реагировать. Но если это случится, будет праздник с шампанским. Я стану звездой. Что бы ты сказал журналистам, которые копипастят твои новости? Нужно просто проверять. Зайдите в интернет, посмотрите другие новости. Я учился на факультете журналистики, и меня окружало немало недалеких людей. Этот сайт для тренировки мозга. Собственно, этот случай урок не только журналистам, но и всем потребителям новостей. Критическое мышление – лучший метод не попасться на обман. Причем не только в случае с бельгийскими пенсионерами. Ну и то, что называют серьезной журналистикой, тоже может быть чем-то сугубо субъективным мнением. Часто очень однобоким. Так что имейте лучше свое. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности – телеканал Интер. Брюссель. Белье.